Здравствуйте! В эфире информационная программа «Будни» в студии Евгения Ижутова. Коротко о главных темах. Первые итоги прямой губернаторской линии. Спустя пять дней после того, как проблему озвучили, в Бийском поселке Нефтебаза появилось уличное освещение. В Бийске ведут борьбу с необорудованными горками. Тяжелая техника работала в лесопарке на АБ. Ежедневная забота. Терапевтическую службу первой поликлиники Бийска усилили. Поможет ли это решить проблему с нехваткой медиков в городе? В Бийске уровень загрязнения воздуха достиг опасных значений. Вторые сутки в Новгороде действует режим черного неба. Такие загрязнения могут быть опасны для здоровья горожан. Отсутствие ветра и повышенная влажность создают эффект закопченного воздуха. При таких условиях автомобильные выхлопы, промышленные выбросы, дым и пыль накапливаются в атмосфере. Специалисты рекомендуют соблюдать режим людям с хроническими, легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По возможности реже выходить на улицу, пользоваться масками, пить больше жидкости. Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, режим черного неба будет действовать до 16 часов 29 ноября. Решение проблемы после обращения на прямую линию к губернатору края. В поселке Нефтебаза появилось освещение на улице Аральской. Напомним, бейчанка Наталья Пивоварова, проживающая в поселке Нефтебаза, в своем обращении отметила необходимость осветить улицу Аральскую. Бейчанка заявила, что по этой улице дети ходят в школу, взрослые на работу. Во время эфира вопрос был напрямую адресован главе нашего города. Виктор Щегриф ответил, что свет появится здесь до Нового года. Вечером 26 ноября мэр Бийска сообщил о том, что в кратчайшие сроки удалось осветить улицу Аральскую. Смонтировано 8 светодиодных светильников мощностью 80 ватт. Протяженность линии уличного освещения составила 350 метров. С момента обращения к губернатору до решения проблемы прошло 5 дней. На дорогах Бийска ведется ежедневная работа. Об этом сообщил глава города. В минувшую ночь в восточной части с улиц Андреевской и Льва Толстого вывезли почти 2000 квадратных метров снега. Кроме того, очищены тротуары на улицах Угольной, Сибирской, Иркутской, переулке Муромцевском. Автогрейдингом расчищены дороги по улицам Мухачева, Ленина, Советской, Амурской, переулкам Мопровскому и Ткацкому. Обработанной песко-соляной смесью больше 20 улиц в Приобской части Бийска вывезено порядка 1200 кубометров снега. Всего было задействовано 15 единиц техники. Рассыпано 26 тонн песко-соляной смеси. В Бийске ведут борьбу с необорудованными горками. Вихрь в Кунабе сегодня разрыли тяжелой техникой. Мера необходимая. Это излюбленное место для катания на тюбингах и ледянках. Несмотря на то, что снег выпал не так давно, дорожки уже накатали. Превентивные мероприятия мы начали уже давно, с начала ноября. Я могу сказать, что практически во всех школах проведены мероприятия. Развешаны плакаты о том, что катание на таких горках запрещено. И возможен травматизм. И сегодня мы проводили механическую обработку почвы. В этих местах, где уже накатали, наши с вами ребята провели механическую обработку, убрали эти горки, поставили их на контроль и будем смотреть в дальнейшем необходимости повторно это делать. Будем посыпать песком. С вершины Вихревки идут несколько довольно широких тропинок, которые зимой превращаются в трассу для катания. Спуск длиной в сотню метров – отличное пространство для желающих прокатиться с ветерком. Ежегодно здесь получают травмы от легких ушибов и синяков до действительно тяжелого вреда здоровью. Катание по склонам запрещено. Об этом предупреждает множество табличек, расположенных в лесу на Абе. Чтобы спуск стал невозможным, в администрации приняли решение перекопать тропы. Техника на протяжении спуска несколько раз сдвинула грунт. Желающим прогуляться по лесу и берегу это не помешает. Для пешеходов ровного места достаточно. А весной песчаные тропы приобретут прежний ровный вид. Сотрудники ГОИЧС напоминают, что в основном травмы на горках получают дети. И напоминают родителям об ответственности. Мы просим, естественно, родителей, чтобы они отслеживали данные мероприятия, чтобы они не пускали детей на необорудованные горки, чтобы они следили, где находятся их дети. И помнили еще о том, что, соответственно, запрещено детям находиться в местах массового пребывания без сопровождения родителей. Особенно в вечернее время. Против золотодобычи в Солонешинском районе выступают известные блогеры. Джастас Уолкер, известный как «Веселый молочник», записал эмоциональное видео, в котором требует остановить добычу золота в муниципалитете. Но нас на бане непланетяны! Видно их вот эти оранжевые. Пришельцами известный блогер Джастас Уолкер называет золотодобытчиков. Этой осенью рядом с селом Солонешное начали работу старатели из новосибирской компании «Артель Солнечная». Джастас Уолкер живет в Солонешинском районе 8 лет. Развивает свою фирму и уезжать не собирается. Как патриот своего места он возмущен, почему добыча золота вообще происходит. Приехали к нам в район перерывать весь район. Начиная там с села Медведково до самого Солонешное. Они перерывают все эти речки, просто разроют пополам район, просто перекопают все на свете. Ни трудоустройство для местных, ни какое там градообразующее предприятие, никакой долгосрочный вклад. Известный как «Веселый молочник» Джастас смеется и в этом ролике. Вот только смех не радостный. Он боится, что золотодобытчики испортят условия жизни в районе, а природный туризм в таких условиях станет просто абсурдным. Добавим, что против этой деятельности выступает большинство населения Солонешинского района и руководство муниципалитета. Активисты и власти несколько лет бились за то, чтобы не допустить добычу золота в этом месте. Ранее, что их сдерживало, чтобы они не заходили, это наличие краснокнижных растений. Краснокнижные растения у нас, вид здесь распространенный, то есть это самый, это кандык сибирский и второй, это рябчик шахматный. Старателям удалось документально обойти эти ограничения. В результатах работы на реках люди уже ощущают. В речной воде жители видят маслянистые пятна. Животные обходят места золотодобычи, меняя пути миграции, что может сказаться на фауне района. Причем люди знают, чего опасаться. Добыча золота около села Топольная, компания Ануй, которую контролировали те же лица, что и артель Солнечную, по словам жителей, обернулась настоящей экологической катастрофой. От ландшафта остались марсианские впадины и высошенные для формальности саженцы сосны быстро засохли. 11 тысяч рублей, которые получил тогда местный бюджет от золотодобытчиков, не хватило на дополнительную рекультивацию. В этот раз, по словам главы района, поступлений не будет вообще. Сейчас люди добиваются того, чтобы официально признать загрязнение воды в результате работы старателей. А Джастас Уолкер призывает неравнодушных подписать петицию против золотодобычи. Помогите нам остановить этот, я еще раз подчеркиваю, законный беспредел. Анастасия Дороганов, будни. Далее немного рекламы, не переключайтесь. Забудьте про морозы. В наших куртках и пуховиках тепло и комфортно в любую погоду. Огромный выбор размеров и стилей. Ермак, Митрофаново, 35, остановка вокзал. Ой, Новый год наступает! Новые возможности СС-финанс в новом году. Печальная статистика. В Бийске значительная нехватка медперсонала. Ситуацию стараются решить на всех уровнях. Федеральные выплаты, региональные надбавки, поддержка начинающих специалистов на рабочих местах. Это помогает, однако молодые врачи не желают оставаться в поликлиниках. Терапевтическую службу первой городской поликлиники усилили пятью докторами. Они год отработают участковыми, а затем, скорее всего, сменят медицинский профиль. Мы узнали у докторов, кем же они хотят стать. Провести опрос, измерить давление, уровень кислорода в крови, выслушать. Терапию в медицинской науке считают королевой. А врачи-терапевты обязаны обладать широчайшими знаниями. Ведь именно к участковому больной приходит с первыми жалобами. Получает назначение или направление к узким специалистам. Терапевтическая служба первой поликлиники Бийска усилена пятью молодыми специалистами. Три новых врача – целевики. Еще два специалиста переехали из других регионов. Чтобы привлечь докторов, пришлось потрудиться заведующим. Мы не сидели сложа руки, мы активно в сетях это все продвигали. То есть везде писали, приглашали докторов, ездили на ярмарки специалистов. То есть звали. Мы записывали ролик для молодых специалистов, ну вернее для студентов шестого курса, чтобы они прослушали, что кто-то, может быть, если вдруг не определился со своей дальнейшей судьбой, может быть, как раз бы увидел в этом свою возможность. Выпускники медвузов, чтобы продолжить бесплатное обучение в ординатуре, должны один год отработать терапевтами. Александр, скажите, а вот к тому году практики, который у вас впереди, как вы относитесь, как к опыту или как к тому, что необходимо пройти для дальнейшего развития в качестве врача-реаниматолога? Мне кажется, это больше для дальнейшего развития в качестве врача-реаниматолога. Терапевтом действительно ты можешь многое увидеть, много случаев, много болезней. Встречаешься практически со всеми болезнями. В принципе, как это делает и врач-реаниматолог, только уже с более сложными пациентами. Александра Владимировича сложно назвать молодым специалистом. Его медицинский стаж более 10 лет, 5 из которых он отработал медбратом в реанимации. Впрочем, даже за столом в поликлинике бывают такие случаи, когда от действий доктора зависит жизнь. Приходил ко мне больной, который просто хотел сделать ЭКГ, и что-то у него сердце покалывало. Сделали ЭКГ, впервые выявленная фибрилляция, срочная госпитализация была проведена. То есть бывает и такое. С увеличением количества специалистов пациенты первой поликлиники заметили существенную деталь. Про сегодняшний что? Действительно никого нет почему-то. А обычно здесь, как говорится, очередь. И очередь довольно на весь день. Засиживаться в кресле терапевта ни один из молодых специалистов долго не собирается. Дело не в нагрузке. Александр Булыгин намерен вернуться в реаниматологию. Доктор Анастасия Кравцова родилась в Иркуте. Выпускница Рязанского медицинского университета тоже планирует сменить направление. Ну и когда как раз у нас на учебе, на третьем курсе началась патологическая анатомия, нас сводили на вскрытие, я поняла, что это мое, что мне это очень нравится. Другие молодые доктора пока в поисках себя. Возможно, они решат связать свою практику с королевой медицины и быть одной из основных ступеней к здоровью бийчан. Евгения Ежутова, Андрей Сегаев, Будни. Рабочие профессии в короткий срок для людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании Городского координационного совета по делам инвалидов в бийской администрации. Какие планы удается реализовать с помощью грантов и участия в федеральных проектах? Смотрите в нашем следующем сюжете. Учиться по-новому будут студенты с ограниченными возможностями здоровья Бийского промышленно-технологического колледжа. Сроки обучения сократят, упор сделают на практику. Что предусмотрено в рамках проекта «Профессионалитет»? Это по усмотрению образовательной организации, при непосредственном участии опорного работодателя сокращается срок обучения. В нашем случае мы сегодня будем уже готовить с следующего учебного года год и 10 по программе «Повар-кондитер» и 2,10 по программе «Поварское кондитерское дело». На стадии лицензирования новая специальность – туризм и гостеприимство. Это стало возможным благодаря созданию образовательного кластера. Студентов подготовят под конкретного работодателя. Уже закуплено высокотехнологичное оборудование, создано 11 лабораторий и мастерских. Мы выиграли новый грант, который мы подавались в этом уже году и на проведение капитального ремонта, на закрытие абсолютно, который позволит нам отремонтировать абсолютно все уголки наши, все помещения, все зоны, в том числе кровлю и фасад, и столовый, актовый зал, и спортивный зал мы выиграли 208 миллионов рублей. Поэтому ремонт начнется уже в этом году, буквально вчера было совещание, поэтому у нас остается только общежитие, но на него мы уже начали писать грант. За год количество ребят, которые посещают бийскую организацию «Апрель» с 40 увеличилось до 100 человек. Приезжают даже из республики Алтай. Появились новые занятия для детей с расстройством аутистического спектра. Адаптивная скалола, занятие, театральный кружок, швейная мастерская. Теперь у нас есть отдельный кабинет, есть хорошая швейная машинка, дети еженедельно приходят, шьют. Казалось бы, наши дети, которые нам казалось, что они не могут, они приходят и шьют, и они делают, еще гордятся и ходят нам показывать все это. Для родителей самое главное – это в новинку, что их дети что-то могут. Мы можем показать родителям, что их дети смогут, ну хоть как-то существовать в социуме во взрослой жизни. В декабре стартует декада инвалидов. Запланировано порядка 20 мероприятий – информационные часы, выставки, встречи, мастер-классы. В первой декаде декабря на базе физкультурно-оздоровительного клуба «Пересвет» запланированы спортивные соревнования для лиц с ограниченными возможностями здоровья по баче, настольному теннису, русским шашкам, дартсу. А 3 декабря в городском дворце культуры пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню инвалидов. Ксения Цапко, Илья Пятков, Будни. Город начинает готовиться к Новому году. Сегодня на стадионе школы номер один работала тяжелая техника. Здесь установили лесную красавицу. Живую ель устанавливают третий год. Ровно столько работает самый большой открытый каток. Его заливают в несколько этапов. А открытие традиционно проходит в конце декабря. С каждым годом появляется что-нибудь новенькое. Светящиеся гирлянды, музыкальное сопровождение, прокат коньков. Новогоднее пространство работает совершенно бесплатно для жителей. Здесь любят проводить время целыми семьями. Таков результат сотрудничества школы и депутатов городской думы Олеся Терышкина и Евгения Телукова. В Новый год без долгов. Сибирская генерирующая компания призывает бейчан погасить долги. Приятным бонусом будет списание пени. Сибирская генерирующая компания и сибирская теплосботовая компания поздравляет бейчан с наступающими праздниками. Канун Нового года – это время исполнения желаний, надежд и планов на будущее. Уходящий год наполнен непростыми событиями и испытаниями. Пусть новый 2025 год подарит вам уверенности в завтрашние дни и принесет в ваш дом уют и тепло. Предновогодние дни всегда наполнены суетой, суматохах которой не стоит забывать о традиции встречать Новый год без долгов. Сейчас у бейчан, имеющих задолженность за наши услуги, имеется возможность списать неотсуженную пеню. Для этого в период с 15 октября по 28 декабря необходимо стать участником акции «Новый год без долгов». Выполнив всего лишь два условия – погасить всю задолженность на лицевом счете и направить письменные обращения в адрес нашей компании. Оставим в старом году все проблемы. Начнем Новый год с чистого листа. Желаем всем мирного неба над головой и добрых перемен. И о погоде. 28 ноября в Бийске будет ясный ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление и влажность воздуха будет довольно высокими. А магнитное поле Земли спокойное. Ночью минус 11, минус 13, днем минус 4, минус 6. На сегодня это все. Смотрите все программы бийского телевидения в интернете. Ищите по хэштегам «Бийск мой город». Пишите нам, не забывайте, и номер редакции – 313507. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова